Диктофоны, видео и фотокамеры, ручки в готовности. На пресс-конференцию главы курорта Сергея Сергеева приехали журналисты со всего края. Обычно они удивляют чиновников своими вопросами, но на сей раз самих журналистов ждал сюрприз. После краткого подведения итогов уходящего года глава Анапы предложил вместо традиционного формата вопрос-ответ посетить масштабный и в чем-то даже уникальный для курорта объект. Заинтригованные журналисты приехали на новую городскую строительную площадку. Современная система водозабора и автоматизированная котельная. Вот новый курс в системе ЖКХ. Проектируемая мощность котельная 40 калорий в час. Первый этап строительства. Заканчиваем уже 20 калорий в час. Обсуждая в неформальной обстановке вопросы застройки, коснулись и проблем развития городской инфраструктуры, строительства социальных объектов. Мы завершаем строительство еще одного детского сада. Строим на двух объектах. При стройке модульные в общей сложности на 120 мест, 80 и 40. И детский сад на 100 мест. Порядка 120 мест мы ввели за счет реконструкции существующих детских садов. Обсуждение Симы продолжилось по возвращению в конференц-зал. Вопросы территориальной застройки волнуют и журналистов, и гаражан. Сегодня уже год, как мы приняли генеральный план, порядка 20 изменений туда нужно вносить. И в правила землепользовательной застройки тоже. И мы этим сейчас занимаемся. Для Анапы это большущее событие, то, что генеральный план у Анапы есть. Самое главное, чтобы генеральный план исполнялся. Вот в этом я вижу роль администрации. Исполнялся досконально. Если это рекреационная зона, то никаких строительств, многоэтажных, многоквартирных домов в этой зоне быть не должно. Как опытный хозяйственник, глава видит проблемы и задачи шире. Тот, кто выше 12 этажей сегодня строит, вот должны скинуться, либо единолично и приобретать специальную технику. Для того, чтобы можно было, не дай бог, эвакуировать людей. На пресс-конференции обсудили вопросы развития предпринимательства, детского отдыха в Анапе, строительства парковок и восстановления пляжей, благоустройства городских улиц и другие. На вопрос о планах на 2015 год Сергеев предложил журналистам самим поучаствовать в планировании. Давайте предложение, что бы вы хотели видеть в Анапе, а я соберу, саккумулирую и вам отвечу, что приемлемо на сегодняшний день, что нет. Встречи главы курорта с представителями СМИ стали уже хорошей традицией.